Итак, этим утром в Киеве убит известный журналист Павел Шеремет, который долгое время работал в России, в том числе на нашем канале, в автомобиле, в котором он находился, сработала бомба. Все произошло недалеко от его дома, шансов спастись, судя по мощности, взрыва не было. Все подробности и предварительные версии преступления мы рассчитываем узнать у Алены Германовой, она выходит с нами на связь из Киева. Алена, какая есть к этому часу информация и что говорят очевидцы? Алена, мы сейчас находимся в трех кварталах от места, где сегодня погиб журналист Павел Шеремет. Машина, в которой он находился, взорвалась на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Это самый центр Киева. Недалеко находится и дом, где проживал Павел Шеремет. Именно оттуда сегодня утром он отправился на работу. В 7.45 он сел в машину, отъехал буквально на несколько десятков метров и остановился на перекрестке, чтобы пропустить другой автомобиль. И именно в этот момент произошел взрыв. Мы просто видели, что идет дым. То есть машина сразу не загорелась. После этого мы резко собрались и выбежали посмотреть, что происходит. И уже люди сразу вытаскивали человека. Он уже был без сознания. Скорая появилась буквально через 5 минут. Даже может меньше. Причем три машины сразу. Его вытащили очевидцы, положили на ткань. Потом мы его с этой ткани положили на носилки. Он уже был в огоне. Окончательной причиной произошедшего пока не называется только лишь версией. Так источники правоохранительных органов сообщили местным журналистам о том, что в машине сработало взрывное устройство. Мощность от 400 до 600 граммов в тротиловом эквиваленте. Скорее всего оно находилось под водительским сидением. Сейчас место происшествия отцеплено, работают полиция и эксперты уже изъяты записи с камер видеонаблюдения. Павлу Шеремету было всего 44 года. Он родился в Беларуси и какое-то время работал там собственным корреспондентом ОРТ. В своих материалах он часто высказывал оппозиционную точку зрения, считался противником политики президента Лукашенко. И в свое время даже был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока. Напомню, задержали Шеремета в июле 1997 года во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе. Его обвинили в незаконном пересечении государственных границ, а также в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Тогда на защиту журналистов стали российские власти. Президент Борис Ельцин даже не пустил в Россию Лукашенко, отказался предоставить его самолету воздушный коридор. Он пусть сначала Шеремет нам пустил. Вот сюда. В белорусской тюрьме Шеремет просидел в общей сложности три месяца. Его оператор Дмитрий Завадский позже был похищен и до сих пор его не нашли. Это произошло в июле 2000 года. Тогда он выехал в аэропорт Минска, чтобы встретить Павла Шеремета и больше его никто не видел. Сам Шеремет после освобождения из белорусской тюрьмы работал специальным корреспондентом программ новости. Время был ведущим еженедельной итоговой программы на Первом канале. Снимал документальные фильмы. С 2008 года он начал сотрудничать с другими российскими СМИ последние пять лет жил на Украине. Был исполнительным директором интернет-издания «Украинская правда». Также работал ведущим на Радио Вести. Именно туда, на эфир, он сегодня утром и собирался. Напомню, это уже не первый случай гибели журналиста на Украине. Так, в апреле прошлого года Олесь Бузина был застрелен у своего дома. Правда, в отличие от Бузины, Павел Шеремет здесь, на Украине, открыто не выступал против местных властей. Поэтому, кто мог желать смерти, журналисту пока непонятно. Не исключает также следователь, что целью убийцы мог быть вовсе не Павел Шеремет. Машина, в которой он находился во время взрыва, ему не принадлежала. Она принадлежала руководителю «Украинской правды» Алене Притуле. Ее самой в момент взрыва в машине не было. Было ли это известно организаторам убийства, сейчас выясняет полиция. Коллеги. Да, Алена Германова из Киева, где этим утром был убит известный журналист Павел Шеремет.